Здравствуйте! А че не здравствуйте я не понял? Слышал? Загиб, применился. Загиб руки и зажгли. То есть он перепутал фамилию еще что-то? Это он перепутал, это меня он крутил. Ему загибали, а Дырченко ему загибал. А вот по документам загибали. А у меня другие ДПСники были, которые сказали, мы содействуем... Впрочем, сейчас надо немножко ухажать. А может надо ли мы тебя динамируем, что ли? Да, я и сам. Или подходящий номер, когда вы выбрали. Да, сейчас динамируем одну минутку и все. Здравствуйте! А че тут у нас было? Отважаем отходы, затонили. Давай, давай. Здравствуйте! Здравствуйте! А че не здравствуйте, я не помню. Слышал? Причем, заметь, дежурный сразу ушел. Дорогич, майор, вы задали сильно? А, вы по телефону разговариваете. И ответственное руководство. А можно ответственное руководство? Вот у нас вопросы по майору Дымченко, мы собираемся для него заявления подавать. По 303-й. И рассматриваем его действия. Вот хотелось бы, соответственно, от руководства пообщаться. Да, отлично. Спасибо. Че? 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 Я ничего не считал. Че? 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 Че… Вместе массовое скопление граждан. Как он определил массовое скопление граждан? И что такое массовое, вообще непонятно. На замечание не реагировал, мешал работе персонала магазина, чем демонстративно нарушал общественный порядок и спокойствие граждан. Мешал персоналу магазина. Переворачиваем, смотрим свидетелей. И в графе свидетелей у нас пусто. Вопрос. Там только Дымченко работал в перегрёстке? Или может быть ещё кто-то? Вопрос вы сейчас задали, я ответить не могу, потому что материал я не вижу. Когда можно ознакомиться с материалом подъехать? Либо Дымченко можно сюда вызвать? Давайте так, сейчас я его начну в конселярии, когда он ушёл. После чего вам сообщу. Далее уже суд, что вас пригласили. Либо, если материал вернут сюда, то, соответственно, мы об этом повестим вас. Я понял, мы это знаем. Нам это неинтересно, нам надо сейчас знать. Надо уточнить, у товарища Дымченко, потому что мы не хотим, чтобы после сейчас разговора какие-то туда, в этот материал докладывались, рапорта, какие-то свидетели. Потому что я обращаю ваше внимание, вот видите, по моему же совету, когда Маркин находился здесь, я ему советовал вычеркнуть все графы, если свидетелей нет. Свидетелей, как вы видите, нет, но товарищ Дымченко пишет, что он мешал работе персонала своей нецензурной браме. У меня опять же тот же вопрос, что и задав судья. Если свидетелей нет, какому персоналу он мешал нецензурной браме? Кроме Дымченко там никого не было. Дымченко работает в полиции или где? В Переглёстке, наверное. Но в Переглёстке никого не было, судья выходит, то есть свидетелей-то нет. Там на полставки подрабатывают. Свидетелей-то нет. Вы присутствовали, когда непосредственно составляли административную браме? Я присутствовал, когда оперативный дежурный препятствовал общению его с защитником, который требовал повесить телефон, нарушая УПК, он, видимо, вообще не знаком с ним. Сначала вообще отобрали телефон, но мы были из рук. Хорошо, если вы считаете, что тогда были нарушены, чем-то права, можете обратиться, пожалуйста. Я знаю, куда мы можем, мы обратимся, зачем просто? Я просто не пойму, что участок. Мы хотим, что сейчас ознакомимся с материалом немедленно, потому что в суд он не отправлялся. Но мы имеем на это право. Если вы нам, конечно, откажете, мы это всяким, оценим соответствующим образом. Но мы, я думаю, зачем вам это? Повторим еще раз. Сейчас в канцелярии отдела полиции. Вот ощущение, когда был отправлен материал. И спустите там в сообщение. И сообщим заполнитель. И можно на какую-нибудь справочку и что-нибудь там. А вы еще обратитесь, и он пишет на него. А зачем вот этот Советский Союз развалился из-за бюрократии? Я спрашиваю, что у меня спрашиваю, что он отвечает, какую справку, о чем вы говорите? Ну, чтобы вы куда-то отправили копию сопроводительного письма, возможно, там еще что-то, я не знаю, что-то есть. Хотя бы нам уведомление. Ведь это же предусматривает промежуточный ответ. То есть, если вы, например, сейчас ставили протокол в отношении кого-то, соответственно, вы должны уехать сразу же, не меньше, что-то. Протокол ушел в руки нарушителя. Чтобы он знал, готовился к чему-то. Прошло столько времени, ничего нет. Давайте так, сейчас я непосредственно надену в экспортах. Можно так же пройти, чтобы вы не спрашивали, ничего не применяем. Хорошо, дальше. Хорошо, спасибо. Да, вот интересно, от вымоченных копилистов крышевое перекресток? Или до сих пор крышевое? Судите, видите, я не знаю. Ну, кому-то, ты там мешал. Ну, да, да, да. Применился загиб руки за спину. То есть, он перепутал фамилии еще что-то? Это он перепутал, это меня он крутил. Ему загибали, а Дымченко ему загибал. Вот по документам загибали. А у меня другие ДПСники были, которые сказали, мы содействуем. Все, прошу прощения, сейчас надо немножко угрожать, потому что саду Дымченко не могу слушать. Я сам не знаю. И подходящий номер, когда вы получили. Да, сейчас я вам как-то вернусь. Ну, мне кажется, что этот товарищ Дымченко должен как-то извиняться все-таки, потому что он, ну, это суд ушло, ну, как, я не знаю, нет свидетелей, но он... Ну, судья разберется, наверное. Ну, понятно. Ну, когда он разберется, если судья обменит, поддерется. У вас есть видеозаписи. Ну, если судья обменяет материал, то мы дальше двигаемся. Ну, понятно. Ну, потому что он может упредить в акцию, и все. Извиниться перед гражданином, но перегнул. Ну, удалялся с директором магазина, ну, по крайней мере, с администрацией магазина, удалялся в их кабинет, потом сбежал через задний ход, ну, как бы это двойка не звучало, и все, отказался общаться с гражданами, потом применил физическую силу непонятно зачем. Поэтому, ну, как бы... Вы уже понимаете, что административный материал оформлен, протокол составлен, уже будет принято какое-то решение в любом случае? Ну, если бы отправить, да. Понимаете, здесь не может быть... Потому что я очень часто сталкивался, когда вот такие вот щекотливые, вот, скажем, там, моменты происходили, то вот эти материалы вылеживались в отделе полиции три месяца, а потом просто прекращались по истечению срока привлечения к административной ответственности, и все. И в этой ситуации, вроде как бы, и, скажем так, правонарушитель, якобы правонарушитель, ничего не мог никому заявить, потому что, вроде, материал-то прекращен, но не установлено, что нет его вины, либо есть его вина. И вроде как все замечательно. Ну, и за уроки тоже никто там ничего не отвечает, там что-то выговорить дадут, в канцелярию что-то не отправят, но еще, по-моему. Все, вот так надо сказать. Скажите обед в канцелярию. Сейчас, да, 21.55. Ну, чуть раньше, потому что на обед чуть раньше... Везде в нашей стране, так, да. Бюрократия, везде. Если их счастливы, значит, они на 10-15-м транше. Война войной, обед по расписанию. Так, у нас просто подряд отзора на стремярный, 19-х работает. Надо получается ждать, да, этого. Давайте сами сюда себе делигори закажем. Вот из Галябина, то и ногу из Магида. Кто тебе будет здесь делигори, правда, сейчас я этого? Александр, тут хлоркой пахнет, не хочу. Ну, хлоркой пахнет. Ну, давайте цветов еще сюда закажем, на свой счет. Что тебе нравится? Ну, ждать, встань, встань. МВД заботится о твоем здоровье, ложечкой все помыть, что ты хочешь? Так, вот так вот, главное, главное пообедать. Причем потеряли, это даже не полицейские, это не сотрудники полиции, это угодно-наемные граждане. Да нет, я же не был. Которые? Включайте, да. А по слову, будем на правду. Вот, а в суде должен быть. А исходящее номер, а какого числа? Так, риестор 56, исходящий 7, дробь 1, соответственно, 944, 543. А уход какого? Число 7. 7. Хорошо. Свериал отправлены, да, и средства. Хорошо, тут вот грубый, грубиян какой-то мое проходил. У нас сегодня видео зафиксировано, я заявление написал, я к нему обратился. Он, во-первых, сам сначала к нам начал обращаться, потому что мы разговаривали, но это вопрос. Вот, вы ко мне, я говорю, вы не Дымченко, не Дымченко. Он такой, и он ни слова не говоря пошел. Я обращаюсь, я при обращении гражданина к вам вы должны представиться, и он ответ, кто вы такой, а кто не такой, чтобы я, кто вы такой, точно не буду утверждать, типа вы, либо ты, чтобы я представлялся и ушел. После этого его напали, младший лейтенант, через какое-то время спустился и ушел, потому что они, видимо, несут службу на улице. А майор остался там. Я думаю, не остался там. Я думаю, через тот ход вышел, сел в подвергнутую мобильку и уехал работать. Это просто позор, на самом деле. Ну, это мое мнение субъективное. Я написал заявление, я считаю, что вам необходимо его найти, и, ну, я не знаю, какая-то вещь, когда я сликать. Ну, 10 поздравлений. Ну, разберемся, конечно. Да, спасибо вам. Видео. Да, есть видео. Я, непосредственно, исполнитель, вы тоже со мной связываете, я видео записи не дам. Они, конечно, пытались дурковать, сказали, что это в шортах товарища ответил мне, но это он ответил, потому что голос был идентичный, когда я его видел, и тогда, когда я его уже не видел. Одинаково было. Это он ответил. Хорошо. Видео есть? Да. Можно снимать. Ладно, что будем узнавать судье, узнавать всегда у тебя лучше. Спасибо. Продолжение следует...